Всем добрый ранок! Уже какой-то дежавю. Вчера был опять чем-то, но вчера я выходила с Мики. Сегодня выхожу сама на проходку и кормёжку. Сегодня долго ходить не смогу, потому что нужно с мамой поехать ей помочь. Опять, знаете, как я вчера говорила, через гай бежит, хлопчик помогает. Конечно, это по времени займёт время, но ничего. Сегодня я тоже в путях, в дорогах, но так иногда просто нужно. Потом, не знаю, может на юбилейку поеду, потому что там надо будут какие-то вещи маме отвезти, помочь. В общем, надо вот в нескольких местах. Знаете, мне вчера написали комментарий, и я так тоже призадумала, что, типа, ты своей помощью можешь там навязываться, что-то такое. И я хочу сказать, судя по своей ранней жизни, да, раннейшим ситуациям, я сейчас понимаю, что во многом действительно так раньше было, да, то есть я где-то не могла себя контролировать, и, возможно, где-то в каких-то ситуациях это выглядело навязчиво. Сейчас я немножко начала ощущать грань, знаете, и не переходить её. Поэтому, тут надо во всём, понятное дело, что нужна мера. Погода утром достаточно пасмурная. Не знаю, люблю тут ходить, тут вообще почти никогда людей не бывает. Можно только одни эти улитки ползут. Конечно, хотелось бы ветерка, свежо. Может, сегодня ещё и дождь будет, кто его знает. Приятно идти смотреть на природу лучше, чем осенью, когда уже всё упадает, или зимой. Дядя, 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 дядя. Телефон не трогай. Куда разёл мой телефон? Он мне нужен. Он мне нужен, чтобы вас таких красивых показывать. Иди сюда. Боже, всё в каше. И ты в каше. Все в каше. Вкусно было, да? Вкусно. Да, вкусно. Ты звезда маленькая? Ты маленькая звёздочка уже, да? С такими ушками красивыми. И кусям. И кусям. Да? Идите, прячьтесь. Дозик начинается. Идите, прячьтесь. Надо прятаться. Да. Да. Кусь. Кусь. А зубики такие острые. Такие острые зубастики, да? Всё, прячьтесь. Прячьтесь будочку. Прячьтесь. Всё-таки, ребятки, пошёл дождик. Хоть он и мелкий. Ну, на спустился более такой крупный. Уже закончился. Сейчас идёт мелкий. Я под зонтиком. Сегодня опять в этом костюме. Скажем так, идём на первую точку. Надо просто посмотреть дом. Проведаем дружка. Вам заодно покажу. Вам, я помню. Он нравился. Небо Лондона у меня. Тоже зонтик менять. Поэтому немножечко, знаете, хоть какой-то плюс немножко разнообразить контент другими картинками, а не только с дома. Потому что дома мне ещё, скорее всего, сидеть целое лето. Я думала про отпуск, но по факту он может быть, я так понимаю, у меня. Но вряд ли я его буду брать. Поэтому дома я ещё успею насидеться. Ты турачок? Тебя выпустили, да? Нос, нос, нос. Красивый нос. Да. Уф, уф, сейчас, сейчас, сейчас. Тебя выпустили, я поняла. Да, да, красивый. Тихо, тихо, тихо. Тихо, молодец. 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 Тихо, 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 тихо. Не вымазай, я чистая. Пожалуйста. Так, покажу вам ещё немножко нашей территории. Я давненько уже тут не была. Вот тут то живут люди, то не живут. Такая роза красивая выросла. Вообще невероятной красоты. Оно кот ходит. Такие розочки тоже. Очень, очень красивые. Так, что тут ещё есть? Вот ещё розы будут. Это дружок. Так. Здесь, по-моему, малина была в том году. Кстати, очень много выросло клубники. Уже такой урожай. Тут папа что-то садил. По-моему, помидоры. Тут яблок очень много было в том году, по крайней мере. А вот тут очень много уже есть вот такой вот клубники. Очень-очень-очень много. Ну, опять же, относительно кому как. Кому много, кому нет. Очень удобно, что есть тут эти отмостки. Что можно ходить. Такая достаточно большая территория. Оно, бежит, бежит. Ди сюда! Да! Да! Ага! Он просто разговаривается. Это помните, я вам котят показала? Был чёрный и такой. Чёрного уже нету. А этот есть. Кс-кс-кс-кс-кс. Иди сюда, ну поглажу! Мяу! 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 И шоу! Да! 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 Ага! Всё сказал! Да! Не! Он просто разговаривает любит. Здесь летний такой душик. Тоже очень удобно. Ванная я не знаю, зачем тут стоит. Ну, явно с какой-то целью. Здесь у нас отдельно, типа, как, не знаю, как эту пристройку можно назвать. Но там разные вещи хранятся. Он ходит за мной! Он разговорчивый. Да! Ага! Да! Ну, тут тоже так хранятся разные вещи. Ой, цветочки там тоже, видите, растут. Я не заметила. Это туалет на улице, но туалет есть и в доме тоже. Такая вот территория. Иду, иду к тебе, иду. Друг. Боже, розы меня прям вообще очаровывают. Где ты есть? Тут пионы тоже растут. Где ты, шо ты есть? Шо ты, где ты есть? Вот такой ты прыгучий. Да, да, носатик? Да. Покушал кашу, да? Покушал кашу. Вот так. Прыгун, да. Прыгун. Да? Да, мой хороший. Да. Друг, 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 друг. Ох, конечно. Конечно. У него тут свой домик там внутри все. Ну, я уже показывала. Потом мог видеть видео тут. Ага. Розочки тут. А это соседи. Такая. Такая. О боже, шо ж вы все такие разговорчивые. Шо я такое? Аляак, давай. Аляак, нельзя выпускать. Пока этот. Да, да, да. Грязный. Грязный пёс. Грязный пёс. В общем, провела вам небольшой экскурс по территории. Сменила картинку немножечко. В том году мы на шашлыки приезжали, по-моему, в мае. В этом году мы еще не ездили. Ну, посмотрим, как оно будет получаться. И все. Как же все-таки быстро летит время. У меня пяти минутные, наверное, пяти. Ну, максимум десять. Вы знаете, мои длительные монологи мало кто выдерживает. Отдых чуть-чуть немножко. Хотя мне кажется, я настолько и так отдохнула. Но тут больше душой, продолжение. Продолжение следует. Я думаю, что на моем лице и так все написано. Мою улыбку, мое состояние. У меня хорошо, спокойно. Мне так не было много-много лет. И мне очень-очень так хотелось где-то на подсознание. Но я себе запрещала быть такой, какая есть сейчас. Не знаю почему. Тараканы и не только тараканы. Кто это такое? Мне так хочется запечатлеть это мое состояние сейчас. И я очень-очень хочется, чтобы оно сохранилось достаточно на длительное время. Я надеюсь, что у вас тоже все хорошо. У нас тревоги, ракетные удары. Это продолжается изо дня в день. Сегодня даже писали о том, что, возможно, будут проблемы с электричеством и в нашем регионе. И насколько я знаю, что в Киеве, в Киеве бедные вообще очень сильно страдают последние дни. Я стараюсь как-то, наверное, опять же, переключаться на что-то хорошее, отдыхать душой. Я чувствую, что мне это сейчас необходимо. И, знаете, вот это вот чувство, когда ты так этого сильно хотел. Ощущение радости, ощущение счастья в проложении вчерашней темы. И ты сейчас это имеешь просто так. И тебе хочется улыбаться и плакать. Весь спектр эмоций к тебе приходит. Я не знаю, как это называется. У кого-то это называется счастье. У кого-то это называется какие-то, не знаю, моменты жизненные. Но это такое. Мне даже не хочется там что-то злиться, как-то агрессировать. Я там ответила на несколько комментариев. Возвращаюсь к этой теме, да. То есть YouTube требует от меня, чтобы я реагировала. Вот я и реагирую. Относительно питания, относительно похудения. Вообще все это темы. Я уже озвучила вам ранее, что я буду дублировать информацию. Только у меня будет время, буду снимать отдельные блоги. Поэтому кому интересна эта тема. Там блог будет так и называться. Там минус 40 килограмм. Или там похудение. Или там с чего начать и так далее. То есть мониторьте этот момент. Почему я делаю на этом акцент? Потому что многие у меня сейчас пишут, спрашивают. Просят расписать. Кто-то просит позвонить, пообщаться, помочь. Что последний шанс и так далее. Девочки, я отношусь к каждому с глубоким уважением. Но поймите меня. Вас очень много. И у меня нет времени и возможности созваниваться с каждой. Общаться с каждой девушкой. Тем более, опять же, у меня нет профильного образования, чтобы давать вам какие-то вот прям такие рекомендации. Я могу исключительно рассказывать, что делала я. На личном примере. И не обижайтесь, но во блогах. Я не зазвездилась. У меня ничего такого нет. Но у меня с каждым днем растет количество подписчиков и количество востребованной вот этой вот информации. Девчонками тоже растет. Мне уже просто начали писать о том, что... Даже мама мне говорила, что я там что-то писала, но она не смогла открыть. Потому что она не шарит в Инстаграме, как это сделать. Мне пишут везде. В Инстаграме, в Фейсбуке, на почте. Везде. Кто-то там номер телефона оставляет. Кто-то прям звонит. Знаете, это как-то для меня немножко странновато. Потому что я понимаю, что я бы никогда не смогла позвонить человеку, не спросив заранее, можно ли это сделать. То есть вот такие вот моменты участились. И потом, когда ты там не можешь ответить сразу человеку. Или говоришь о том, что там вся информация есть в видео. Кто-то воспринимает это нормально, а кто-то начинает агрессировать, хамить, обзывать. Я не хочу портить карту. Мне сейчас так хорошо. Вот поистине. Очень хорошо. И я не хочу никому грубить, выплескивать какой-то свой негатив. И вообще выслушивать в свою сторону те скребления, которых я считаю, что я недостойна. Потому что моя работа над собой. То, что я с собой сделала, это исключительно моя работа. И, кстати, относительно того, опять же, комментарии там написали, что 40 за 2 года это очень мало. Для кого мало? Если для вас это мало и для вас это ненормально, ну как бы это ж не моя проблема. Зачем вообще делать на этом акцент? Мне кажется, когда человек что-то делает, он делает это для себя. И вот так противно читать порой вот эти вот возгласы, всплески, диалоги, монологи в комментариях, когда тебя разбирают по клеточкам. Я понимаю, что я выставляю свою жизнь, я понимаю, что я ее показываю. Я показываю, наверное, процентов 30. Я понимаю, что сейчас еще уменьшилась процентность того, что я показываю, того, что я несу, того, что я говорю на свою широкую аудиторию. Ну, блин, людям неужели самим не противно? Ладно, там разбирать какие-то черты характера. Но то, что у кого-то там междуляшек, извините за выражение, у кого-то там висит, не висит, черное, ничего. Фу. Ну, фу. Все, что, всю фразу, которую я знаю на французском. Не, я еще знаю, роза будет... Я думаю, учить французский язык. В общем, как-то так, надо чуть-чуть передохнуть, чуть-чуть пройти в себя. И у меня сегодня, наверное, будет ночная смена рабочая, потому что работа поднакопилась. Вот. А скоро у меня будет еще одно мероприятие. Надеюсь, что хорошее. И надеюсь, что дальше тоже будет все хорошо. Главное, мне кажется, в нашей ситуации не потерять веру. Вообще, в принципе, в жизнь. Выжить, так сказать, несмотря на все обстоятельства. И быть счастливыми людьми. Я всем желаю быть счастливыми людьми. И всем желаю мирного неба над головой. Пусть у вас в жизни все будет хорошо. До скорых встреч. Надолго не прощаюсь. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok И д uma Bee любовь. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...